Белорусский Майдан готовил союзное государство с Польшей. Статья на orfanews.ru за 11 августа 2020 года. Для Польши соседняя Белоруссия это больше чем просто страна-сосед. Президентские выборы в Белоруссии вызвали значительный интерес не только в России, но и в других странах-соседях. Польский телеканал ТВН24 создал специальную нон-стоп-рубрику о ночи выборов. Там постоянно делался акцент на типе возможной фальсификации выборов, рассказывалось о гражданских протестах и жестоких подавлениях ОМОНом со спецсредствами. Президенты Польши и Литвы даже выступили с совместным обращением. Как соседи Белоруссии мы призываем белорусские власти полностью признать и уважать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилий и уважать основные свободы, заявили они. С чем связано такое пристальное внимание? Для России соседняя Белоруссия, как и Украина, это просто ближнее зарубежье, одна из стран бывшего СССР. А для Польши это больше чем просто страны-соседи. Это родные кресы, от польского слова крес граница край. В польском обществе до сих пор говорят про кресы, в общем, восточную окраину, об утраченных частях территории Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши. А если посмотреть вглубь истории, то можно вспомнить о Люблинской унии 1569 года. Тогда на карте Европы появлялось единое государство Речь Посполитая, занимавшее части территорий современных – Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России, Латвии, Молдавии. Недавно в историческом городе Люблине, где почти 500 лет назад была создана Речь Посполитая, был запущен новый интеграционный проект. Министры иностранных дел трех государств – Польши, Украины и Литвы – объявили о создании Люблинского треугольника. Эксперты видят в этом продолжение давней польской концепции «Между море времен Пелсуцкого». Создание федерации под эгидой Варшавы. Следующим логичным этапом в деле воссоздания новой Речи Посполитой видится приглашение в Люблинский треугольник Белоруссии. Как намекнул глава украинского МИД, объединение будет работать над привлечением тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами. Почему геополитический выбор Белоруссии так важен для Польши? Польский геополитик Юлиуш Мирошевский в 1974 году опубликовал знаменитую статью «Польский комплекс России и территория ОЛБ». В ней он откровенно писал. Умер ли в нас империалистической тенденцией? Является ли исторический русский-польский комплекс безосновательным? Не думаю. Много ныне живущих поляков мечтают не только о польском Львове и Вильнюсе, а даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу в федерации с Литвой, Украиной и Белоруссией. Иными словами, альтернативой русскому империализму может быть только польский империализм. И всегда было так. Эта классическая статья Мирошевского до сих пор лежит в основе всей восточной политики Польши и является обязательной для изучения польскими дипломатами. В этом ключе сразу становится понятна и мгновенная реакция Министерства иностранных дел Польши, которая выразила глубокую озабоченность по поводу жестокого умиротворения поствыборных демонстраций в Белоруссии. По сути, речь идет о внутренних событиях на родных, соседних территориях, где треть поляков до сих пор имеет родственные связи. Если не с кем, то не с кем. А что думают сами белорусы и их политики по поводу своего возвращения в Восточные Кресы? Согласно официальной трактовке истории, современная Белоруссия является наследником государства Великое Княжество Литовское. Напомню, это один из субъектов подписания Люблинской унии и один из ключевых исторических соперников Московского княжества. С учетом такого исторического и культурного контекста, симпатии белорусских политиков к России становятся все менее очевидными и предсказуемыми. Есть еще две важные особенности белорусов и украинцев, как жителей кресов или приграничных территорий. Во-первых, это люди с очень гибкой политической и культурной идентичностью, в зависимости от геополитического и цивилизационного контекста. И во-вторых, они склонны преувеличивать свое значение и влияние в европейских делах. Практически все здешние народы, особенно их элиты, склонны относить себя к настоящей, в кавычках, Европе. Своя же восточного соседа каждый держит за азиата. Об этом пророчески писал великий российский геополитик Вадим Цимбургский в работе народы между цивилизациями. Такую гибкость народов протеев можно понять. Само пограничье и их хозяева периодически менялись. Для того, чтобы просто выжить, белорусы и украинцы всегда готовы были гибко подстраиваться под существующие реалии. В Белоруссии и на Украине можно найти множество политиков, которые на протяжении жизни неоднократно меняли свою идентичность. Быстро переходили от коммунистических идеалов интернационализма к самому махровому национализму, как нынешний сопредседатель Минской группы, экс-президент Кучма. Да и сам Александр Григорьевич Лукашенко – это прекрасный пример политика из Белоруссии, который постоянно колеблется. Можно взять наугад любые его цитаты о белорусской идентичности, отношениях с Россией и Польшей, памяти об истории белорусских земель. Иногда от Лукашенко слышатся очень комплементарные для России заявления, а иногда речи о том, что Белоруссия была чуть ли не колонией, порабощенной Россией. Такие заявления – специфика пограничной личности и самого пограничного региона. Вадим Цымбурский дал точный анализ ситуации на Восточных Кресах. Чем восточнее, тем более расплывчатыми, спорными и часто претенциозными становятся здесь цивилизационные идентификации. Сплошь и рядом возникают искусственные подвижки к Европе через подчеркивание неких квазиевропейских качеств. В этом Балтийской Балкан и Черноморском поясе постоянно разыгрываются исторические драмы с намерением вернуться или вписаться в Европу, которая напарывается на экономические, психологические и иные препоны, на морочащую двусмыслицу недоинтегрированности. Белорусские выборы показали очередной акт этой геополитической драмы двойной идентичности, которая стала базовой причиной раскола современного белорусского общества. Юрий Солозобов Белорусский Майдан готовил союзные государства с Польшей.